Лилиана И даже не заметила, когда и как всё прошло Незаметно, легко, и это не закончится никогда Каждодневно пребываю в учении Андрея Прослушивая курсы и проповеди Практикую по мере познания Переживая силу жизни непристающей Год назад отец мне показал на Андрея и сказал Чтобы я слушала только его Андрей, Оля, благодарю за ваши открытые и горячие сердца Благодарю, что вы доверились отцу И теперь так сильно влияете на мышление и жизни людей Спасибо за такую сильную трансляцию Слава Отца, Духа Жизни Ваша трансляция доходит Я сама, пережив новую славу В откровении о том, что я Дух Животворящий Как отец, учусь от вас Как оперировать в невидимом Раньше был неосознанный опыт А теперь учусь управлению с престола Увлекательная жизнь Феня На школе Павла я была с мужем У него было варикозное расширение вен Врач предлагал операцию А сегодня он мне показал свои ноги А варикоза почти нет Он так рад И сказал, чтобы я рассказала об этом У меня тоже прошла боль под левой лопаткой Благодарю, отец, за чрезвычайное помазание на школе Павла За наших пасторов Андрея и Ольгу За всю команду Такой праздник нам устроили Я восхищаюсь Наталья Сила Божья двинулась на всю небесную цивилизацию Много лет не могли продать квартиру И молилась, и на купальню подавала А здесь поговорила с отцом после воскресного эфира Восхищалась могуществом отца И сегодня пришли покупатели и сделали предоплату Сто тысяч — это огромное чудо Спасибо, отец! Красота наших апостолов Андрея и Ольги растет с великой силой И это благословение льется на всех нас Видимо и могущественно Спасибо, родные! Вы воскресили нас из мертвых, из неверия Научили говорить с Богом и иметь результат Спасибо вам! Миллиард раз! Вы — наша любимая семья! Аноним Сначала не хотела об этом писать Но получаю сигналы о том, что я должна обязательно этим поделиться Где-то примерно месяц назад я смотрела эфир нашего пастора «Рука невероятного успеха» Я лежала в кровати рядом с мужем Он спал, было уже поздно А я люблю слушать проповеди ночью Потому что никто не мешает И можно спокойно сосредоточиться И ни на что не отвлекаться И вот лежу я в наушниках, слушаю Пастор Андрей начал молиться за мужскую силу У нас с мужем, слава Богу, все хорошо И в интимном плане, и в духовном Мы с ним вместе движемся Слушаем ваши эфиры, проповеди Заканчиваем курс Меч Соломона В общем, все у нас просто супер Так вот, когда пастор молился за мужскую силу и сказал «Молодые ли вы? Рык ваш силен» Тут мой муж пробудился И как набросился на меня в прямом смысле этого слова «Господь, думала, разорвет меня А я хочу так сильно рассмеяться, но молчу, смотрю У него глаза закрыты, он спит В наушниках идет молитва А он целует меня так нежно, как свою добычу Молитва подошла к концу И он дальше продолжил спать Я просто была в шоке от происходящего Эфир был в записи Просто это такая сила Я мужу утром рассказала, а он говорит Что ничего такого не помнит Но ему это так нравится Говорит, я лев В итоге потом он посмотрел сам этот эфир И теперь я вообще от него прячусь Чуть нагнусь пыль протереть Или просто переодеваюсь Он меня на плечо и в кровать Я ночью раньше ворочалась Не могла быстро уснуть Сейчас же лежу, не шевелясь И стараюсь как можно быстрее уснуть Раньше мужа Потому что любое мое движение Ведет сразу к интимной близости Спасибо большое пастору Андрею Но можно в следующий эфир будет Это не о прибуждении львов А как вы тихомирите этих львов Спасибо вам огромное Слава нашему отцу Вы так нас вдохновляете Мы вас очень сильно любим Надеюсь, скоро мы с вами встретимся Паскриптум Муж хотел, чтобы я написала это свидетельство Слава отцу Аноним Хочу поделиться свидетельством Славы исцеления С некоторого времени Начала молиться за исцеление Своего рода По отцу Я жила без папы земного С трех лет Я ничего не знала О своих родственников по папе Папа перешел в вечность 31 декабря И понеслась слава Моя сестра двоюродная В Ростове Начала видеть сны О наших родственников Мы начали изучать Кто есть кто И оказалось Что наш прадед Еврей Его имя Зий Его увели в плен И он больше не вернулся домой И начались исцеления Родственники, которые не общались Из-за каких-то обид Начали общаться Начали друг у друга Просить прощения Мир пришел в наш род Как оказалось Еврейский Я им всем постепенно являю отца Любящего Их сердца исцеляются И я так кайфую от этого Мы создали общий чат Семейный И делимся своими фото Общаемся Такая любовь течет А в детстве я думала Что никому не нужна И сейчас я поняла Что я тоже исцелилась От этого духа сиротства С дочерью моей Мы общаемся Через любовь отца Происходят глобальные изменения Все, что раньше казалось Не изменится Меняется Это как мутная вода Со дна поднялась И очищается Слава отцу Спасибо вам, родные мои Благодарю отца За такую большую семью Дина На школу Павла я не смогла поехать Регистрацию я прошла А дальше в духе Каждый день я была там Вместе со всеми В день крещения Я одела белую одежду Набрала полную ванну Позвала в духе пастора Андрея и Олю Чтобы крестили меня В чрезвычайную жизнь Каждый день Не выходила из дома Была в духе И ездила везде вместе с ними Звонит подруга Спрашивает Где ты? Я говорю 21 апреля я лечу на самолете Она пишет Счастливого полета И пока я ей не позвонила Сама 2 мая Я прилетела Я дома Приходи Она не знала, что я дома Она думала, что я в Турции И вот я после этого крещения Ночью в духе Пошла в банк Села за компьютер Нашла свою фамилию И удалила свой оставшийся кредит 12 тысяч тенге Немного Но зато практика В духе была в Турции В духе крестилась В духе кредит закрыла В духе племянников Поток окунула Он уже год не пьет В духе избавилась От болезни щитовидной железы И опухоли в матке Хочу сказать, что все работает Не только теория Спасибо пастор Андрею и Оле Вы просто супер Я вас очень люблю Ольга Я несколько раз ощущала Что Дух Святой Побуждал меня написать Это очень непростое свидетельство Но я все откладывала Но все-таки это нужно сделать 13 апреля погиб в ДТП Мой внук Никита Ему было 20 лет Он ехал в такси На заднем сиденье И в заднюю дверь Врезалась другая машина За рулем которой Была пьяная женщина Я не хотела с этим соглашаться Молилась, чтобы Никита воскрес Просила, чтобы об этом Молились ходатай Но 15 апреля мы Никиту похоронили В ночь перед похоронами Я видела в созерцании Никиту Он махал мне рукой с неба И говорил Привет, бабуль Мне тут так хорошо Я в ответ ему сказала Никиточка Я рада, что тебе там хорошо Но нам тебя не хватает Вернись к нам А он мне опять сказал Тут так хорошо Так прикольно Надо сказать, что при жизни Никита говорил мне Что не верит в Бога Я понимала, что это Юношеская бравада Благословляла внука И даже во время нашей Последней с ним встречи Сказала, что Бог обязательно Покажет Никите Кто он есть Сейчас я свидетель того Что Слово Божье работает Ведь сказано Спасешься ты И весь дом твой Я свидетельствую Что милость Бога Превозносится над судом Я имела несколько Духовных созерцаний В которых видела Никиту На небе В золотом городе Слышала его голос Видела, как он счастлив Вот такое у меня свидетельство Огромной бесконечной любви Нашего отца Возможно, для кого-то Это будет ободрение Людмила У меня до поездки На школу Павла Сильно болел Большой палец На левой ноге Не весь Но в начале Ногтя был красным И припухшим И больно было Ходить в обуви Болел несколько недель И молитвы мои Не помогали Но когда я приехала Домой после школы Павла То поняла, что Палец мой не болит И нет красноты И еще так же Исцелился мой нос От внутреннего воспаления Слизистой Были какие-то наросты В носу А теперь все чисто Спасибо вам, любимые наши Оля и Андрей За вашу явленную Любовь отца Люся Мне 19 апреля Удалили лапароскопическую матку Там была громадная фиброма Когда я отходила После наркоза Я увидела первое видео С булочками И разнообразной едой Я лежала никакая И была вся в булочках ваших Ела и пила манну И наслаждалась школой 20 апреля На следующий день Меня отпускают домой А 22 апреля Мы с мужем на самолет А 23 апреля Я скакала уже На первом служении Правда, потом немного болела Но только один день Всю школу Ничего не болело Я вообще была Очень счастливая Так что школа Мне помогла пройти Такой неприятный момент В больнице Я так была нацелена На школу Что больница прилетела Так, как будто Ее никогда и не было Спасибо, спасибо, спасибо Да, это был огромный праздник Праздник исцеления Радости и торжества За помазанием люди приехали Спасибо большое Спасибо большое И Оле и Андрею Яковишиным Спасибо Ольга Просила у папы Чтобы органы Встали на место Так как из-за их неверного положения Живот выпирал так Что у меня частенько спрашивали Не беременна ли я И частенько болела спина После нагрузок На школе Павла Когда Андрей возлагал руки Подставила голову И упала под помазанием Лежу Голова под стулом Чувствую небольшие болевые ощущения В теле, внутри В области ребер Как будто что-то отцепляется В двух-трех местах Когда мне сестры помогли подняться Я с удивлением обнаруживаю Что у меня спина как струнка И я могу спокойно расправить плечи А ранее мне тяжесть в спине Не позволяла так сделать Поделилась радостью с одной сестрой А она мануальный терапевт И она говорит Ну все верно Органы в неправильном положении Тянули позвоночник И поэтому, когда они встали на место Спина распрямилась Тяжесть в спине прошла Радости нет конца Спасибо, отец Спасибо за это время чудес Это не закончится никогда Андрей, спасибо вам Что не оставили своей мечты И являете нам сердца отца Его силу и славу Ирина Драгоценные Андрей и Оля Любим вас безмерной Божьей любовью Молимся за вас и за ваших родных Вы чудесные, славные Вы дарите радость Счастье, любовь Благодарю отца за вас На днях я со своей мамой Встретились с женщиной Которая тоже ездила на школу Павла Мама передавала вещи Чтобы эта женщина, Татьяна Отвезла их на молитву к Андрею и Оле Когда мы встретились с Татьяной Я ее впервые увидела Мама попросила Чтобы она за меня помолилась Так как я плохо себя чувствовала И душевно, и телесно Когда Татьяна возложила свои руки на меня Меня начала клонить к ней И я четко увидела лицо Андрея Светлое и улыбающееся Татьяна очень торопилась Навстречу с сестрами и братьями Подъехал автобус И она убежала Когда Татьяна убрала от меня свои руки У меня резко заложило нос и уши Я плохо слышала Я своей маме говорю У меня заложило уши и нос Мама начала высвобождать молитву И я почувствовала, что из меня что-то вышло И ко мне пришло такое облегчение Такая радость И я благодарю отца За чудесного пастора Андрея и за Олю А еще, когда я надела намоленную футболку Я почувствовала огромную силу и свет У меня болел позвоночник А теперь этой боли нет Я исцелилась Отец, ты такой отец Мне даже не хочется снимать футболку В ней такая силища Отца и апостола Павла Аллилуйя! Аминь! Аноним У меня уже два месяца были сильные приливы Связанные с менопаузой Это была жесть Сразу становилось ужасно жарко И мгновенно все тело покрывалось потом Это был дискомфорт ужаснейший И во время пребывания в Турции Что-то произошло Когда я приехала домой со школы Павла Вспомнила об этих приливах И с удивлением обнаружила, что их нет Абсолютно нет Нет Даже не заметила, в какой именно момент Произошло это исцеление Или точнее, не тление Вошло в свои законные права Но это произошло Слава Отцу нашему И спасибо дорогим пасторам Я постоянно переживала сильные потоки помазания И вообще забыла об этих приливах Потому что они были ложью И будучи разоблаченными светом Позорно удрали Нур-Жамал У нас в казахстанском даре произошла история Наша драгоценная сестра Дарига Собирала со своей внучкой Асель Ехать в Аланию на школу апостола Павла Но произошло то, что Дарига ушла к отцу Неделю назад И остров стал вопрос Что теперь делать с поездкой После похорон муж Дариги Отец семейства Решил исполнить мечту своей жены Чтобы путешествие состоялось Тогда решила ехать вместо своей мамы Ее дочь Мика Вместе со своей племянницей Асель Из-за больших расходов На похороны возникла необходимость Решать и эту проблему Мика пошла в банк В котором Дарига взяла кредит для поездки И сказала, что она платить не будет Написала заявление В связи со смертью мамы и так далее Ей юрист сказал, что страховая Полностью закроет кредит Так как мама ее взяла кредит со страховкой И ей еще приснилась Ее мама Дарига И во сне она им всем говорит Что вы плачете? Я живая, я вечная Прекратите плакать И Мика говорит, что с того дня Начала радоваться Смотрю на мамино фото и смеюсь Говорит, представляете Дарига подарила нам путевку Мика смеется, что мама Даже уйдя обо всем позаботилась Гуляем Начался вход в нетление Глаза исцелились Я без очков не видела Что в книге написано Все было мутным Шейный отдел позвоночника Повреждение костных тканей И защемление нервных окончаний В седьмом позвонке Со смещением Грыжа Я сама, физиотерапевт Слушая эфир Переживая прикосновение рук Услышала Такой хруст в шейном отделе Позвоночника В двух местах И боль прошла Да и весь букет болезней И исчез Не тление в действии Еще сердце болело Сегодня в потоке славы Небесной цивилизации Я получила исцеление Вау! Папа, спасибо! Наталья 30 марта Мы остановились в гостинице На трассе М5 Мы там были до этого Шесть месяцев назад И я там молилась За женщин-администраторов У одной забрали сына По призыву И он вернулся Через сутки домой А у другой болело сердце И тоже получилось исцеление И вот Эти же женщины Снова встретились И снова я молилась за них Сына ее Полностью комиссовали Сказали, что не годен Но не могли подписать документы Чтобы он вернулся домой Я высвободила ангелов Устройство И сказала Идите и прямо сейчас Подпишите во имя Иисуса Христа И вау! Минут через пять Ей звонит сын и говорит Мама, я еду домой Все мне подписали Она как? Там же нет начальника Он говорит Не знаю Забрали и принесли подписанные Слава Богу! Вторая Шла ко мне Раскрыв широкой руки И говорит Наташенька Вы мне так нужны были Вас так долго не было Я ей У вас есть мой номер телефона Почему не звонили? Неудобно было Говорит Вот вы молились За мое сердце И оно полгода не болит Бог с милостью велся надо мной Сейчас только нога болит Три месяца уже И мы молились за ногу Приняли вместе все Причастие Я рассказала им Как принимать Причастие Рассказала Про пастора Отправила ссылку С молитвами им И на ютуб Смотреть Андрей Ковишина И я пошла отдыхать А где-то через час-полтора Муж меня будет К тебе девочке Выхожу Вижу Женщина За сына которого Молились Приехала И привезла Двух своих сестер А привез их сын Которому подписали За пять минут документы Ангелы Оказалось У одной сестры Два сына И их забрали на войну Один уже полгода Как пропал Второй выходит На связь И она мне говорит Я вот и фото его привезла Родные Я так испугалась Говорю Отец Как мне быть Как молиться У меня такого еще не было Я им говорю Девочки Я не ясновидящая Я не гадалка Это все Иисус Я молюсь Во имя Иисуса Христа И прямо вспомнила Нашего дорогого Пастора Андрея И уверенность потекла Говорю Если нет Никакого известия Это тоже хорошо Молимся Чтобы вернулся Живым и здоровым В семью Во имя Иисуса И знаете Мои родные Мама У которой От горя было Лицо серого цвета Заулыбалась После причастия Я им показала Как принимать Заместительное причастие И мы вместе Приняли причастие Ее лицо Стало сиять И все Это увидели А у второй сестры Сын болеет Более трех лет Экземой И ничего не помогает Так же Помолились И они уехали Вооружила молитвенным Каналом Андрея Яковешина Смотреть на ютуб И вот через неделю Я им пишу Как дела И сестра У которой Экзема Сказала Что сын Хочет говорить Со мной Сам И он Позвонил мне Сказал Что почти Вся экзема Ушла Аллилуйя Я ему Я ему Дала Молитвенный канал И пастора Нашего Молились Приняли причастие Вот такая ситуация Муж смеется Говорит Не удивлюсь Если в следующий раз Вся деревня Будет Тебя ждать А потом Вся область Фарида Благодарю за чудо Воскресения Отца Небесную Цивилизацию Мы просили Молиться Об этом У одной женщины Были панические Атаки После этого Она стала Абсолютно Равнодушной Ко всему И страх Парализовал Ее мозги Эмоций На лице Постоянно Было только Одно выражение Горе 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 Мне никто Не поможет Я погибаю Но чудеса Происходят Она пришла В себя Аллилуйя Спасибо За молитвы Мария Дорогие мои Как нас любит Бог Как он благ К нам И величие Его через нас Является Преломляю И раздаю Победу В судах Я выиграла Суд Это время Которое Тянулось Восемь лет Но раньше Я бы вряд ли Смогла его Выиграть Потому что Не было Такого Дерзновения И откровения О сыновстве В которое Погружает Андрей Я в небесной Цивилизации Только с мая И вижу Как рассыпается Чужое ермо От помазания Я иду Из славы В славу Практикуя Все те Откровения Которые получаю В небесной Цивилизации И вдохновляюсь Свидетельством Каждого В этом чате Честно По-человечески Видя Как рамотно Банк составил Против меня Иск Я понимала Что победить Невозможно Но все же Написала Своё ходатайство И возражение Провозглашала Что Иисус Мой адвокат Он никогда Не проигрывает Ходила в духе Заранее На это заседание Благословляла Судью И просила Ангелов Чтобы читая Моё ходатайство Она увидела Там всё Что нужно Даже если Этого не написано Для моей победы И мне пришло слово Что судья Сама будет Меня защищать Так и вышло Я сказала Буквально пару слов Что не согласна И прошу списать Долг По сроку Исковой давности Дальше Она сама Нашла аргументы В мою пользу И вынесла решение Я просто кричу От ликования И в торжестве Это только начало Распадается Всякое долговое ермо И я вхожу В изобилие А главное Смелость И дерзновение Со мной Благодарю за все курсы Явленные Андреем За силу Мудрость Помазание Дерзновение В нём самом И в этих курсах И благодарю каждого За свидетельство Божьей славы Они очень вдохновляют Благословляю всех Смелостью Дерзновением И торжеством В судах И в любых обстоятельствах И ещё Я даже не стала Никого просить Молиться И поддерживать меня Потому что Это было бы Неуверенностью И упованием В каком-то смысле На людей Я говорила Отец Я хочу Твою славу Дни были Дунула в его рот Духа животворящего Он аж нырнул Раздаю всем Я рада Точно без папы Отцветания Потом Андрей Кофточку Я увидела Я увидела Я увидела Я увидела Себя на боль На больничной кровати Где делают Операцию И я лежу Историю Прилично Как она Я спрашиваю Я спрашиваю А ты веришь в Бога Она очень отзывчиво Сказала Да Дальше стало Что-то говорить По-татарски Бога называла Аллахом Говорит Что она мусульманка Отец Какое счастье Что у нас есть Откровение О мусульманах Спасибо тебе Папа Что ты вывел Из этой гнилой Религии Что надо сразу же Обращать мусульманина В свою веру У меня такая любовь К ней протекла Просто сердце Слышало Другое сердце Женщина Женщину Я не стала говорить Что Аллах Любит ее Как отец Что она Его драгоценность Она то рыдала То еще больше У меня на груди То успокаивалась Или питала Что-то по-татарски Аллах Аллах Сказала по-русски Я намаз читаю Но иногда отхожу Я говорю Даже если ты отошла Аллах Никогда тебя Не оставит Ты его Навечно Он все Тебе простил И хочет Чтобы ты была Любимица его Самая Счастливая Вы бы видели Эти глаза в ответ Там засиял свет Еще говорили Еще высвобождало Ей слово любви У меня говорит В сердце Камень Все так болит Я прикоснулась Рукой К ней Помолилась За исцеление Души и сердца Ребята Которая привезла Со школы Павла Пришла на свое Любимое место Оно чуть возвышается Над городком Где я живу Уже два года И дала городу Новое духовное название На площади Где было гетто Для евреев Мы провели И сестрами Помолились За город За тех Кто творил зло Город Называется Мюрхе В переводе Дом мусора Раньше Его с первого века Город был Очень знаменит И богат Было вокруг Восемь мельниц Животноводства Виноградники И сейчас Вокруг сады Поля Виноградники Процветает виноделие Вино славится В округе И не только И находится город На богатой Плодородной земле Мюрхе Ферленд Я сказала Я меняю Это позорное название И даю тебе новое Я возвращаю тебе Ту славу Которую ты имел Отныне ты вновь Знаменит Я расширяю Твои пределы Аминь И Через день Открываю Новую газету А там написано Что мэрия города Решила поменять Название города Там было Три причины указаны И одна Чтобы придать ему Прежний статус И поднять людей Самих в своих же глазах Чтобы они знали На какой они земле живут И как они важны Аллилуйя Слава тебе отец За сына Аллилуйя Елена 16 лет назад У меня была операция По-женски Но это не главное Главное то Что перед операцией Мне принесли листок документ В котором я должна была Расписаться Тем самым согласиться С возможными последствиями наркоза Мне даже стало страшно Делать операцию Я не соглашалась Но подписать пришлось Потому что По-другому Операцию бы не провели И наркоз дал о себе знать Память У меня пропала память Я не помнила О чем с кем-то говорила Или название фильма А еще 11 лет назад Была травма головы Муж в пьяном состоянии Ударил очень сильно Эта травма и наркоз Сделали свое дело Мне было стыдно очень Что я не помнила Ни названия фильмов Ни о чем я вчера говорила С человеком Даже разговор 5 минут назад Я забывала Слушала проповеди Все забывала сразу Проходила курсы И снова я не помнила Ничего А на днях я заметила Память возвращается Что может быть лучше Радости нет предела Благодарение нашим пасторам И отцу Отец ты такой отец Начала снова проходить курсы Столько исцелений И изменений в моей жизни Это просто торжество Елена Слушаю вас с весны 2022 года С лета проходила курс Меч Соломона Очень осенью Начались чудеса финансовые До этого было всегда Туго с деньгами Начала принимать Что деньги Это легко Они всегда есть Говорила об этом мужу Уже без капли сомнения Раньше муж говорил Что денег нет А я ему У тебя волшебный кошелек И деньги всегда есть Но сама Боялась в это поверить Так Как видела реальность Осенью мы закрыли Все кредиты Стали жить без напряга Все обычные нужды Покрываются И до сих пор Смело и дерзновенно Заявляю о своих желаниях И они легко Проявляются в жизни Живу из славы в славу Раньше мне часто Пророчествовали люди Из церкви Что Бог вам дает Большую квартиру И я долго ждала Ничего не предпринимала Прислушивалась На Авито Я начинаю смотреть Пересылаю мужу идею Говорю ему Что все возможно Главное начать Смотреть в эту сторону Проходит неделя Сижу читаю книгу Про мозг Конспектирую факты Как все работает Делюсь с мужем И тут же приходит От риэлтора Предложение на квартиру И все расчеты Незадолго до этого Рискнула просто Поговорить с риэлтором На тему квартиры И прикинуть Какие наши варианты И впервые Муж соглашается Спокойно На покупку квартиры Результат Четырехкомнатная квартира В нашей собственности Места хватает На всех пятерых детей И у нас с мужем Ликую Отец Все дал Только будь готов брать Благословляю Умножаю Раздаю Редактор субтитров А.Семкин